Номер один. Красный пищевик, лауреат республиканского конкурса импортозамещения. Это победа очень ценная для предприятия. Чем еще может похвастаться именитое предприятие? Не упивайся дурманом. Оперативники нашли у горожанина марихуану. Устанавливается его причастность к сбыту наркотического средства. Где местный житель прятал сомнительное счастье? Оно того стоило? В Бобруйске с начала года выселено 59 неплательщиков квартплаты. Позавчера видела, шел вот такую пьяную вещь. Какой соцпортрет у должников? А также, кто на свете всех сильнее? И осенний кермаш. В городе открылась сельскохозяйственная ярмарка. Что почем? Сельскохозяйственная ярмарка. Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Бобруйский вкус. Красный пищевик стал лауреатом республиканского конкурса импортозамещения. Предприятие одержало победу в номинации «Заказчик года». Добиться высокого результата помогли сокращение импортных составляющих для производства продукции, расширение номенклатуры, закупок компонентов и комплектующих у отечественных субъектов малого и среднего бизнеса. Эта победа очень ценна для предприятия, потому что мы дорожим нашими поставщиками, особенно те, которые производят здесь, на белорусской территории, свою продукцию. С очень многими мы долго отрабатывали это сырьем. Много было у нас нюансов технологических, но на сегодняшний момент все проблемы решены. И сегодня мы работаем самыми надежными белорусскими поставщиками. Конкурс проводится второй год и нацелен на популяризацию позитивного опыта отечественных производителей, реализовавших бизнес-идеи по выпуску импортозамещающей продукции и участвующих в кооперационных цепочках крупных промышленных предприятий страны. Сотрудники наркоконтроля обнаружили незаконный растительный тайник. 200 грамм марихуаны в дачном доме хранил 35-летний бобруйчанин. Со слов мужчины, он нашел дикорастущее растение, нарвал его и высушил. Устанавливается его причастность к сбыту наркотического средства марихуана. Возбуждено уголовное дело. К слову, разовая доза конопли – 2 грамма. 200, согласно УК, считается особо крупным размером. Заплати и живи спокойно. Простая истина оказывается не по вкусу некоторым бобруйчанам. Квитанции за квартплату игнорируются месяцами. В итоге разговор с должниками выходит коротким и неприятным. О законных мерах Елизавета Липеева. Позавчера, видимо, шел бы такую пьяную вещь. Дурная слава. В этом доме дела творятся похлеще, чем в нехорошей квартире Булгакова. За стать виновника торжества не удается. Соцпортрет злостного неплательщика рисуется устами соседей. Последние годы здесь появляются на день-два. И так вот говорят в местах этих отдаленных пребывает. За горе хозяина именитой квартиры все говорит удручающая картина вокруг. Пока одни в очереди на предоставление комфортного арендного жилья, другие превращают выделенные метры в настоящий бедлам и месяцами игнорируют квитанции за квартплату. В отношении именно таких должников в отделе в этом году на исполнении находилось около 8,5 тысяч исполнительных производств. Эти долги взыскиваются в принудительном порядке. Если и таким образом не погашаются задолженности, то граждане, имеющие значительные долги по коммунальным услугам, могут быть по решению суда выселены из занимаемых ими жилых помещений. Меры в адрес жильцов арендных квартир применяют, если нет оплаты в течение полугода без уважительной причины. В этих стенах сумма задолженности 7 тысяч рублей за благо цивилизации не рассчитывались несколько лет. В адрес злостного неплательщика крайние меры. Имущество одно за другим переселяется на улицу, техника конфискуется с нажитым. Мужчине предстоит обустраиваться в новом жилье с меньшей площадью. Наниматели могут быть выселены как с предоставлением им жилья, так и без предоставления. Существуют дополнительные меры, которые принимаются отделом принудительного исполнения. То есть должнику может быть ограничен выезд за границу, может быть наложен арест на его транспортное средство, на право управлять транспортным средством. Также он не сможет получить посылки с Вайлдберрис, Озон и так далее с Белпочты. За 8 месяцев этого года неплательщикам направлено свыше 46 тысяч предупреждений о необходимости погашения задолженности и приостановлении предоставления коммунальных услуг. Без света и тепла остались 1100 потребителей. Крайние меры не единичны. Случаи всего с начала года выселены 59 должников. Стоит помнить, за удобство нужно платить не позднее 25 числа каждого месяца. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Пора заготовок на зиму. В Бобруйске открылась ярмарка «Золотая осень». Цены не кусаются. Например, стоимость за кило картофеля в среднем рубль-полтора в зависимости от сорта клубня. Некоторые продавцы готовят бесплатно доставить товар на дом, если покупка начинается от одного мешка. Морковь, свекла и лук также обойдутся не дороже 1 рубля 50 копеек. Сладкий перец, помидоры, огурцы – не более 4. Мы сегодня купили яблок 5 килограмм, помидоры взяли, семечки, клюква на зиму. Нам тут уже пообещали вкусные помидоры, в следующую субботу придет. Немалый выбор и среди мясной продукции. В ассортименте представлены колбасные изделия домашнего производства, соленое сало, полиндвица и прочие копчености. Цены варьируются от 18 до 30 рублей. Качество более чем соответствует. На ярмарке можно приобрести множество видов меда. Торговля будет проходить в выходные дни с 9 до 15. Завершится ярмарка 10 ноября. Состязания на татами. В Бобруйске прошел чемпионат Могилевского областного управления Департамента охраны. 17 структурных подразделений, более 50 участников, заряженных на победу в шести весовых категориях, в течение двух дней определяли сильнейших. Все выступающие – достойные соперники. Но опыт, умение, стремление идти до конца расставили в финальных выступлениях свои места на пьедестале первенства. Лучше мы стали представители Бобруйского отдела охраны. Поэтому готовимся к чемпионату Департамента охраны республиканскому, который пройдет в городе Минска 23 по 25 октября. Там будем выступать, бороться за звание чемпионов. У нас на сегодняшний день обновился состав. У нас появились молодые бойцы перспективные в четырех весах, которые состоят в Национальной сборной Республики Беларусь и представляют нашу честь, а в частности Бобруйского отдела и в целом Могилевской области на международных стартах, где успешно там и выступают. Призеры и победители чемпионата награждены памятными дипломами, медалями и ценными призами. Сразу после нас сирена. Мы коллега Роман Костюков со взором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»